23 декабря прошло торжественное вручение молитвословов «Духовный меч» участникам специальной военной операции. Молитвослов был передан бойцам, клирикам Луганской епархии, священникам Владимиром Морецким. Духовный меч, как его правильно назвали, он очень правильно составлен. Здесь не только наличие молитв присутствует в нем, здесь есть краткие описания, какой святой, что он сделал и как к нему надо правильно обращаться. В сегодняшний момент он очень-очень полезен, особенно в наше нелегкое время, которое сейчас мы все переживаем. Мы должны знать, что посредством таких молитв, которые здесь собраны, мы все обязательно победим нашего врага. И дай Бог, чтобы эти молитвы, которые собраны в этом духовном мече, помогали не только вам, но и окружающим вокруг вас, тоже воинам. Чтобы общими силами мы быстрее смогли наладить мир в русском мире. Молитвослов был создан выпускником кафедры мировой философии и богословии Луганского государственного университета имени Владимира Даля, старшим лейтенантом Кравцовым Дмитрием Николаевичем. Памятка издана по благословению Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской Патриархии при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации и православных меценатов Андрея Павлова и Александра Прокоповича. К его распространению приложил усилие депутат Народного совета Лицоев Андрей Викторович. В торжественном мероприятии приняли участие помощник депутата Народного совета Ширяева Инна Вячеславовна и проректор по научно-педагогической, социальной и воспитательной работе Коваленов Сергей Сергеевич. О важности и особенностях этого молитвослова рассказал почетный профессор Далевского университета, доцент кафедры философии Ильченко Валерий Иванович. Почему это делается? Ну, вообще говоря, этот молитвослов посвящен нашему удивительному генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Ведь, как было известно, Суворов, по сути дела, был не только великий стратег, не только тактик, не только одержал из 60 сражений 60 побед. Самое главное, что он говорил, мы русские, какая радость, потому что с нами Бог. Оказывается, Господь открывает свою душу и свое сердце и свою любовь для того, чтобы передать вот эту энергетику для воинов, которые сражаются на поле брани со всеми врагами. Если по молитвам, а молитвы здесь построены в прекрасном соотношении и логике, если мы будем обращаться к Господу, то, в принципе, Он будет даровать нам ту мощь и ту силу, которая повергнет любого грамота. Поэтому я очень рад, что сегодня мне предоставляется возможность представить еще раз эту маленькую, но очень важную книжицу, молитвенный, подвиг которого будет незыблен. Спасибо. 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 Спасибо.